Подмосковный вечер Борис Владимирович Клюев Я предполагаю, сейчас какая-то такая шумиха вокруг Малого театра, что мало хороших спектаклей, мало каких-то интересных работ. Я так не думаю, потому что я видел последний спектакль «Трудовой хлеб», один из последних спектаклей «Трудовой хлеб», который даже был номинирован на знаковую Москву, и мне очень понравилось. Там были замечательные работы, и молодежь, и Баринов играл замечательно. Если можно так, в двух словах, что у вас в театре сейчас происходит? Какие работы, какие спектакли, какие интересные? Ну, прежде всего, я вам хочу сказать, что люди, те, которые говорят такие вещи, они не правы по одной простой причине, что, во-первых, количество зрителей в театре огромное. Все спектакли с огромным интересом воспринимаются зрителями. Вот последние спектакли наши, мне кажется, что это очень интересно. Это один спектакль по Аноре де Бальзак «Делец», поставлен в филиале Малого театра режиссер Драгунов. Комедия, легкая французская комедия, которая прекрасно принимается публикой, актерский спектакль и актерская пьеса. Это традиция Малого театра. И еще последний спектакль на основной сцене «Иванов» в постановке Виталия Соломина, где он играет и главную роль сам, Иванова, и участвует как режиссер-постановщик. Очень интересный спектакль. И в планах, это вот последний просто, и в планах очень много интересных вещей. Понятно. А вот, кстати, Виталий Соломин ставит и играет одни из ведущих ролей в спектаклях. Существует такое мнение, что это почти невозможно. Как же так можно видеть себя со стороны? Ну, вы знаете, во-первых, я начну немножко издалека. Один из моих учителей – это Борис Андреевич Бабочкин, который мне, молодому артисту, очень доверял, когда я пришел в Малый театр. Я сыграл «Грозу», «Кудряша», в «Дачниках» сыграл «Замыслова», в «Фальшивой монете», «Иванова». И ведь Борис Андреевич, кстати, ставил «Иванов» и играл. И вот он, как раз, опровергал всегда эти вещи. Он блестяще играл с «Услова», в «Дачниках». Великолепная постановка была Малого театра. И Виталий Соломи подтверждает это. Да, это трудно. Я это тоже могу сказать, потому что я тоже недавно ставил фальшивую монету и участвовал как актер в ней. Да, это очень тяжело. Это безумно тяжело. Но это возможно. Это возможно, и иногда это дает очень неожиданный результат. Поэтому я… Важный результат ведь в этой ситуации, как в спорте. Я в Малом театре, насколько я помню, так походил, так походил, погулял, посмотрел. Такой маленький город внутри города. Да, абсолютно верно. 800 человек работает. Уютно вам там, да? Я помню первое впечатление, когда вы в 95-м, да? Да, в 95-м. В 95-м. А я начал учиться в 62-м. Представляете, меня потом в армию взяли, я 3 года служил, потом снова вернулся, заканчивал. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда я пришел в Малый театр. Я не мог понять, как люди запоминают, куда они ходят. Куда-то какие-то переходы, куда-то… Я этого понять не мог. Сейчас, конечно, я знаю каждый закоулок в Малом театре. Да, это огромное здание, это огромный комбинат искусства, где работают цеха, прачечные, красильные. Это город, вы правы, в центре Москвы. У нас мальчик потерялся, мы уже на режиссерском курсе, Самойлова, где нас водила, показывала всякие колуары, там пошивочный цех, монтировочный цех и так далее. И один потерялся. Да, 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 еще. Где-то, когда вы туда наверх пошли, где декорации делают. Да, да, да. Там где-то он на Колосниках потерялся. Была очень забавная история. Или на Колосниках, Бутафорский цех там рядом. Огромный, огромный. Давайте вернемся. Да, мы в Подмосковье. Замечательно. У нас вообще, несмотря на то, что я в какой-то момент переехал в Москву, я все равно с удовольствием всегда возвращаюсь в Подмосковье, потому что вот как-то мне здесь теплее, уютнее и добрее, если так можно сказать. У вас что-нибудь связывает с Подмосковьем? Я родился в Подмосковье. А где? Я родился в Голицыно. Есть такое местечко по дворусской дороге. Там жили моя бабушка и дедушка, и мама, когда рожала, она уехала туда. И все мои братья двоюродные, сестры, все родились в Голицыно. Так что у нас там целый клан. Я просто вырос. Я просто вырос. Все каникулы. В Дмитрове у тети отдыхал. Для меня Подмосковье это непросто. Для меня это родина и то место, где я могу отдохнуть. В отличие от Москвы? Да. У самого у меня дача в Звениграде. Но, к сожалению, я очень редко сейчас там бываю, очень много работы. Вот вы сейчас говорите, очень много работы. Какая работа сейчас непосредственно? Ну, вот я сейчас прошу извинения перед зрителем. Я немного сиплю и соплю. Я только недавно приехал из Минска в субботу. В Минске тепло. Там снимается. Кстати, интересная вещь. Сейчас «Беларусьфильм» оккупирован не только российским кино. Там работают две группы. Но американцы, немцы, итальянцы и белорусы сейчас уже стали снимать. То есть, студия вдруг закипела, зашумела. Потому что оказалось, что выгоднее работать там. Дешевле, наверное, ситуация такая же, как была в своем родном фильме. Да. Вот я, кстати, Королева Марго и графиня Дамонсорова. Нам было легче летать в Прагу и там снимать, чем здесь, на Мосфильме. Вот. И сейчас там снимается «Каменская-2». Я вот как раз оттуда приехал и сразу простыл. Здесь холодно было, там тепло. То есть, скоро российские зрители будут смотреть новый сериал «Детективы»? Да, да, я думаю. Новый сериал «Детективы». Да, там 14 серий, по-моему, будет. Там много накручено. Снимают очень быстро. Юрий Мороз, молодой, талантливый режиссер, снимает быстро, хорошо. И надеюсь, что качественно. Кто-то не изглазит. Вот. А потом, вот, значит, в театре мы сейчас приступили к репетиции нового спектакля «Корсиканка». Говорят, очень веселая комедия. А название такое «Корсиканка» сразу такое? Это «Наполеон. Последние дни Наполеона на острове Святой Елены». Что там такое? Ну, посмотрим. Я не хочу, я не люблю загадывать. Вот. Затем сейчас, заканчиваю с третьим курсом, должен сдать акт из спектакля «По горькому варвары». С третьим курсом, но это не ваш курс, да? Это… Третий курс. Или ваш? Да. Ваш. А то я почему-то подумал, что вот после того, как вы тогда с Быстрицкой выпускали курс, у вас не набрали, да? Нет, я после того перешел, тогда был в заочный, мы с Быстрицкой вели, а потом я перешел на дневное отделение. Но я сам мастерскую не иду, у меня просто времени нет на это. Ну, и работаю педагогом, работал и Верещенко. Вот. Сейчас вот Велис Иванов. И сейчас же, в этом году, мы набираем еще курс один. Поэтому такая двойная нагрузка репетиции со студентами и вступить на экзамены абитуриента. А какой спектакль у дипломников? Ой, тут у третьего курса. Варвары, Борький, да. Очень сложная классическая пьеса. Я вообще сторонник того, чтобы студенты обязательно прошли классику. Детских спектаклей по Москве очень мало. Я вот не смотрел Снежную Королеву в Малом театре. Вот, я вам только хотел сказать. Я говорю, что это очень большая сказка. Да, очень красивая сказка. Так что вы сейчас вот расскажите. Ну, это же тоже нужно учить, потому что там должна быть еще какая-то правда. Помимо по правде взять чашку, выпить кофе или чай, да? Там еще что-то должно быть. Какая-то наивность, какая-то открытость, которая не всегда есть у молодых актеров. Вот так вот важно. Вам не кажется, что все-таки правда должна быть одна? Ну, правда, такое у нас субъективное понятие. Оно одного, одно, друг, друг, друг. Нет, нет, это неправильно. Вот это я вам как молодому и актеру, и режиссеру должен сказать, что это не правда. Правда, она одна. Проявления ее могут быть разные, но правда она одна. И понимаете, во-первых, как бы существует специфика, ну, специфика, да, прежде всего, внешние данные. Начнем с этого. Есть травести. Травести, которые в малом театре, их не могут, допустим, быть два. Может быть, одна девочка травести, которая играет мальчиков, но два не могут быть. Потому что совершенно другие задачи. Существует детский театр, существует ТЮС. Да, у них совершенно определенная направленность должна быть. Должна быть. И, вот, допустим, в ГИТИСе, и раньше при детском театре, ведь были просто студии, которые набирали для детского театра. Валентин Санна Спирантова, я помню очень хорошо. Ведь вот Ира Муравьева, актриса сейчас известная, она в малом театре работает. Она же окончила детский, при детском театре-студию. Это, конечно, совершенно другая специфика, абсолютно. Но она специфика именно для этого театра. Понимаете? А вот как, допустим... Вы знаете, какую-то универсальность в этом вопросе? Нет, ну, я все-таки сторонник того, что существует амплуа. Понимаете? То, что существует понятие барин, существует понятие герой. Инна Чурикова изумительная актриса, прелестная совершенно актриса, талантливейшая женщина. Но, ну, согласитесь, что как бы было очень сложно ее принимать в первых ее фильмах. Помните, начало, когда ее просто не принимали. И поэтому есть понятие... Потому что она странная, она какая-то вот своя. И нужно время для того, чтобы убедить, что вот это вот... Для этого нужен муж Памфилов. Ну, либо муж. Ну, либо время, потому что... А так она, извините, но она... Ты знаете, когда она работала? Она когда окончила? Она работала в Тюзе. И играла Баб-Ягу. А, ну да, да, да. Это она рассказывала на юбилее Малого театра. Да. Хотя она очень талантливая. Я с ней учился, я на первом курсе, она училась на втором. Я очень хорошо ее помню. На экзаменах даже. Она очень талантливая девочка уже тогда. Но существует понятие данное. То, что все-таки героиня должна быть героиней. Герой должен быть герой. А когда все это с натяжкой, это уже чуть-чуть, ну, как бы другое. Да может быть, конечно, ради Бога. Но все равно, если о человеке говорят, боже мой, какой он молодой, какой он красивый. А перед нами уходит старый человек с брюшком, лысоватый, со следами биографии на лице. Ну, трудно в это поверить. Трудно. Вот это просто, так сказать, мое мнение. Я считаю, что каждый театр должен выбирать. И каждая школа должна именно под себя это делать. Малый театр дает школу Малого театра. Это слово, прежде всего, слово, чтобы было слышно, ясно. И я вам должен сказать, что вот по последней просто статистике, которую провели, а ведь и ученики-то наши идут и идут. И в театре, и в кино, и Дима Харатьян тоже. И Меньшиков Олег. Это все Домогаров, Саша. Все же наши, все же Щепкинская. Да, Домогаров вообще как-то вдруг неожиданно взлетел. И последняя работа Макбе, то, что он с болгарами, по-моему, ставил. Все такое прям неожиданное. А нет романтического героя-то. А в Польше его снимают беспрерывно. Нет романтического героя. Демо Сурова. Он выходит, герой. Глаза, шрамы сделали. Изумительно. Герой. И вот этому веришь человеку, понимаешь? Понятно, хорошо. А вот тогда вот мы сейчас, когда зашел разговор про школы. И наверняка как бы на нашу передачу смотрят подростки, молодые люди, которые мечтают попасть в театр, мечтают попасть на сцену, хотят поступать в театральные вузы. Поэтому вполне логичный вопрос. Какое бы училище вы посоветовали? Хотя я понимаю логичный ответ. Но и чем, на ваш взгляд, отличаются училища друг от друга? И что их объединяет? Но я вам скажу, что я посоветовал бы, если человек хочет просто заниматься этим делом, я предупреждаю, что это дело очень серьезное, очень ответственное, то прежде всего нужно это очень хотеть. А поступать и учиться, где тебе Бог даст. Потому что это ведь не показатель того, что поступил в училище, ты стал артистом, ничего подобного. Это огромный труд. Это нужно еще лет 10 пропахать или 15. Для того, чтобы ты мог стать артистом. То есть, после училища даже? Да, именно после училища. Училище дает основы, азы. А все остальное, я вот, например, своим студентам всегда говорю, что основное – это воля. Очень легко спиться. Очень легко, если тебе удалось сыграть что-то, почить на лаврах. Очень легко увлечься романами, что тоже иногда помогает, иногда и разрушает. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому воля, терпение, они вот дают. Поэтому нужно поступать туда, где тебя взяли. Вот мой совет такой. Теперь, извините, я просто продолжу. Теперь по поводу вот, какая школа. Каждая школа, вот я повторяю, она готовит для себя. Школа художественного театра, она вкладывает традиции художественного театра. Немировича и Станиславского. Щукина – это школа Вахтангова. Это их стиль, это их почерк, это блестящая плеяда артистов, которые они подготовили. Она дает им это. ГИТИС, где работают замечательные, блестящие мастера. Они не при театрах, но они дают общее. Там работают великолепные мастера. Там кафедра мастерства, режиссура – это лучшее, что есть у нас. Ну и, естественно, Щепкинская их готовит для малого театра. Но все равно любое училище готовит сырец. Это не артист еще. У него все впереди. А впереди это очень долго нужно доказывать. Очень многие не выдерживают этого прессинга, уходят из театров. Не дают им работать. Даже несмотря на то, что уже есть дипломы, уже есть… Да, да, многие уходят. Даже со многими роли какие-то. Блестящие просто даже роли. И я говорю, не уходите, не надо. Ребята, подождите. Нет, нет, вот меня туда куда-то зовут, там мне предложили что-то. Уходят. Через три года возвращаются, но уже как побитая собака. Уже определенные комплексы появляются. Это очень… Она иногда потерявшая профессию. А иногда и потерявшая профессию. Потому что время, оно неумолимо. Оно одному один с годами набирает, а другой теряет. Многие интересные актеры тоже очень долго… Ну, бывает такое, что очень долго поступают и не могут попасть. А после этого становятся действительно какими-то, в общем, интересными фигурами в театре, да? И в театре, в кино, и вообще в профессии в этой актерской. Тоже Ролан Быков. Да. Вот. Вот почему это происходит? Неужели педагог, мастер курса, либо те, кто просматривает на первых отборочных турах, вот не видит какой-то вот там… Вот почему не видно? Как вот вы думаете? Нет, понимаете, ведь как бы все познается в сравнении, да? И ведь вот когда идут, допустим, два человека, приблизительно похожие, но один ярче, а другой более тусклый. Конечно, возьмут того, кто ярче. Это ведь расклад. Это не значит, что все абитуриенты, которые поступают и не проходят, они не талантливы. Нет. Но нужно набрать 23 человека. И хочешь ты, не хочешь, ты выбираешь лучших. А вот то, как бы о чем вы вначале сказали, это чуть иное. Там есть такое понятие, как личность. Вот понятие личность, это в принципе самое главное для артиста. Научить профессии как таковой, ну нельзя. Можно научить ремеслу. Но личность, вот как раз когда я говорю о дистанции, 10 или 15 лет, личность-то как раз здесь и проявится. Она сумеет что-то в себе подавить, где-то наступить на себя, где-то заставить себя что-то делать. И это количество обязательно перейдет в качество. И тогда этот человек просто сформируется. Вот сейчас приходят 16-17-летние ребята. Нужно быть очень большим, знаете, рентгеном Ивановичем, чтобы рассмотреть вот в этом... Чтобы вдруг ловить. Да, что будет через 5 или 10 лет. Очень трудно, потому что... Вот я вам просто такой пример скажу. Вот мы берем одного мальчика. Вот сейчас он у меня учится на третьем курсе. Мы его брали в одном качестве. Вдруг, 2 года, все было нормально. Потом вдруг на третьем курсе он стал расти. Он стал расти. Он стал здоровенный. У него стала вот такая голова. И он какой-то весь стал другой. И что с этим делать? И что с этим делать? И теперь мы думаем, что теперь с этим делать? Ну, эти, в принципе, конечно, там, знаете, если познакомиться с родителями, понять какой-то генофонд или все что-то, тогда можно говорить. А так, что может? И потом, ну, вот такая простая вещь, как там, знаете, вот девчонки. Они же этого не понимают. Но вот их берут в одном качестве. Офелии. Значит, потом они в общежитии приучаются курить, пить, гулять. И, посмотри, голос у них садится. И они уже не Офелии, понимаете, становятся. Дальше уже Кляда. Да, и уже это все, понимаете, совсем другое. При этом может быть ангельская личка. Ведь вот это была у нас трагедия на картине «Королева Марго», когда режиссер Александр Муратов троих актрис, исполнитель из главных ролей, заменил, озвучил их. Понимаете? Потому что голоса прокурены. И, ну, не может этого быть, чтобы... А я, значит, существую Айла Басом или прокуренным голосом, в котором чувствуется биография. Вот поэтому вот это и есть становление личности. Это самое главное. И когда человек выдерживает это временное испытание, вот тогда проявляется понятие личности. И тогда он будет интересен и кино, и театру. Ну, и так далее, и так далее. Вы знаете, хорошо, что прозвучала вообще тема личности, потому что я поддерживаю такие, в общем, приятельские отношения с одним из педагогов Щепкинского училища. Это Холмогор Варина Витальевна. Ну, конечно. Вот. На мой взгляд, очень хороший педагог. Да, очень большой профессионал. И вот у нас был недавно разговор, мы говорили по поводу того, что, как ни странно, на сегодняшний день в театре исчезли лица. Вот, как бы, да, вот, это, я думаю, что это те понятия, которые совмещены, личность и лицо, да, абсолютно. Потому что вдруг я случайно поставил МХАТ, старый МХАТ, Качалов играет барона, и у меня дочь, посмотрев, запомнила интонации Качалова. Да, да. Маленький ребенок, 6,5 лет, ходил и целый день повторял интонации эти. Было, чок-то возьми, было. Повара, вот это вот. Да, да. Вот, а сейчас, ну, смотрят, ну, и ничего, ничего не срабатывает. Видимо, вот что-то, что-то вот изменилось, вот то ли, то ли у нас какое-то массовое такое снижение культуры какое-то, да, народ мало смотрит, мало видит. Музеи для нас понятие такое антикварное, мы туда очень редко заходим, вот. Театры, я, знаете, я тоже поразился однажды, многие люди, занимающиеся театром, очень редко смотрят спектакли. Вот. И бытует такое, в общем, на мой взгляд, неправильное мнение, что зачем смотреть, я сам тебе помогу. Вот. А это то, что снижает качество вот личности, качество глаз, да, вот какой-то энергии вокруг человека. Поэтому то, что вы говорите, то, что студентам своим внушаете, что главное – это воля личность, мне кажется, это очень важно. и здесь я просто присоединяюсь, вот, я просто присоединяюсь, потому что, ну, действительно, это очень важно, на сегодняшний день особенно. Может, даже менее важно, чем объяснить, что такое объекты внимания, скажем так. Вот. Более важно. Потому что объекты внимания он увидит, он поймет, он может даже подсознательно к этому придет. Вот. А это вот то, что нужно действительно. Ну, да, существует как бы алгебра Киселева, я не знаю, как сейчас по учебникам, чтобы, когда я учился, была алгебра Киселева. Но еще существует и высшая математика, понимаете, поэтому человек, в принципе, творческий человек, он все равно должен расти, расти, он все равно должен идти, идти, идти туда. Идти, как только он остановился, послушал, как ему аплодируют, как его хвалят, и все, и остановился. А вот, вы знаете, я вам тоже хочу сказать одну вот вещь, вот то, что вы сейчас сказали, по поводу лиц не видно. А ведь очень много зависит от руководителей, от тех, кто ведет. Ведь посмотрите, Марк Захаров. Значит, ну, я прекрасно понимаю, что, так сказать, есть эпатажные спектакли, это правильно, для зрителя нужно, и такое, и такое, и такое. Но какую замечательную плеяду артистов он вырос. Ведь Коля Караченцев... Ну, собрал, я бы сказал, потому что он же... Нет, нет, именно не собрал. Потому что вырастил. Ну, конечно, вырастил, а как? Потому что они же все... Кто Датиля знал Колю Караченцева? Никто не знал. А ведь он работал в театре. И уже несколько лет. Понимаете? А пришел человек, который взял, увидел индивидуальность этого человека. И показал эту индивидуальность, которую он увидел, он ее показал зрителям. Вот это очень важный момент. Саша Абдулов прямо из ГИТИСа пришел к нему. А с Бруев сколько лет работал? Олег Янковский. Он ведь начинал в Саратове. А мне вот Броневой нравится. Ну, Броневой. Броневой пришел уже зрелым мастером. И Леонов пришел, и Пельцер они пришли. Но они пришли, и работали. И поминальная молитва. Тоже очень благородно то, что спектакль сняли. И вот осталась вот эта память как бы. А там, понимаете, в общем-то дело. Есть человек. Можно, ну, допустим, у него там произошел с Володей Стекловым какой-то конфликт. Это нормально. Это нормально. Ты должен или принимать, или не принимать. Но то, что он, безусловно, и лидер на сегодняшний день, это совершенно ясно. Ну, кого вот мы, где мы еще? И мой любимый малый театр, и художественный театр. Где такие актерские силы? Ну, так, чтобы уж такое, чтобы ломилось народ, нету этого. Потому что появилось понятие художественный руководитель. Не главный режиссер, а художественный руководитель. Понимаете? То есть, чуть-чуть другое. Это надуманно. Вот был Плучик, был театр Сатиры. Посмотрим, как сейчас Ширвиндт справится с этим. Это ведь совсем другое дело. Вот Гончаров Андрей Саныч. Это был театр Гончарова. А что сейчас? Непонятно. Тем более, что он вроде как тоже собирается покинуть руководство театра. Насколько я слышал. То есть, понимаете, очень многое зависит. Мы же в этом смысле актеры люди подневольные. Понятно. Поэтому от руководства очень многое зависит. Был Немирович, был Станиславский. Между ними были очень сложные отношения. Но все равно на этом родился художественный театр, которым мы гордимся. Сейчас подумал, знаете, вот мы сидим в Подмосковье, размышляем. Видимо, в Подмосковье вообще очень зеркально отражает театральную ситуацию в Москве. Потому что ее очень размышляет вокруг нее всегда. Потому что МХАТ тоже появился здесь, в Любимовке. Да, да, да. Поэтому все время немножко отстраняясь, мы вдруг, отъехав чуть подальше, вдруг начинаем на все это смотреть, размышлять. И это хорошо, потому что, думаю, что в наше время нужно больше размышлять, больше думать. Нам на это всегда не хватает времени. Вот. И хорошо, что вы пришли к нам и как-то потратили свое время на эту дорогу, на то, чтобы прийти, побеседовать, поговорить, выпить чаю. Ой, замечательно. Вот. В Подмосковье чай пьется совершенно по-другому. В Москве не так. Вот. Так что, надеюсь, что еще будете приезжать. Будете вспоминать не только Голицыно, но и другие города Подмосковья. Вот. Потому что в других городах Подмосковья тоже гостеприимно. Да. Вот. Ну и в заключении хотел поблагодарить и так немножко обратиться к зрителям, вот акцентировать внимание на тех словах, которые у нас прозвучали. А для меня они на самом деле очень важны. Это воля, личность, лицо человека. Это вот то, о чем мы все мечтаем. Культура, я бы считаю. Культура, да. Все это можно в это слово... Понятие внутренней культуры. Чуть-чуть иное. То, о чем мы мечтаем и то, о чем мы размышляем. Да. Гостем у нас сегодня был актер Малого театра Борис Владимирович Клюев. Очень большой человек и очень хороший человек. Спасибо, Ильинич. Вам так все. Самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин